Девушки отдыхают Чуть-чуть. Очень хорошо. Серьезно. Королева. Это и есть, ребят. Все. Снимаем, снимаем, снимаем. Теперь сядь глубже. Да. Глазки. Улыбка. Замри. Слушай. Ну и что это? А тебе не кажется, что это как-то по-дурацки? Здесь я в красном шарфе, на зеленом диване. В спальне в зеленом шарфе, на красном фоне. Наоборот, контрастно. Читателям нравится. Да твоим читателям все понравится. А вот что нормальные люди скажут. Плевать. Так. Ерофеева я беру себе. Ваня, быстренько ко мне. Так. Стой. Что? Сейчас мама придет? Да. Сейчас придет. Может, тебя даже на выходные возьмет. Ура! Татьяна Юрьевна. Иду. Стой. Меня жди здесь. Сейчас вернусь. Разрешите? Простите. Вы не могли бы меня пропустить? Я к ребенку опаздываю. Мы все опаздываем. Умная нашлась. Зоча, я пойду покурю. Что мне тут? Иди. Хорошо. Пожалуйста. Спасибо. Мой агент и сейчас ведет переговоры сразу с двумя студиями. Но я не гоняюсь за количеством ролей. Для меня важны образы, созданные мною человеческие жизни. Спасибо. Рита, еще. Я знаю, ты не любишь эту тему, но так, по старой дружбе можно? Ну? У вас ведь так и нет детей. Это как-то влияет на ваше с мужем? Эта тема закрыта. Все, я устала. А знаешь, сейчас во всем мире модно усыновлять детей. Выбираешь, кто тебе больше нравится – мальчик, девочка, черненький, беленький. И ты уже мать. Кстати, хороший повод для саморекламы. Хватит. Ну что, закончили? Рит, ну мы уже опаздываем. Ну, а если вы вдруг решитесь, я могу рассчитывать на эксклюзив? Что-то случилось? Ничего не случилось. Все отлично. Мы тут о моде говорили. На детей. Ах, спасибо. А че он за ней так бегает? Такой красавчик и с этой старухой. Обязан ей многим. Тебе не понимать. Ах, спасибо. Ах, спасибо. У тебя есть голова на плечах. Холодно же, дождь идет. Ты что, не видишь? Пошли. Спасибо. Спасибо. Зойча, ну как ты? Ты че? Да все нормально. Зойча. Я сама пойду. Подожди, Зойча. Зойча. Ты чего? Я с тобой. Антош, слушай, я обязательно должна быть? Опять буду сидеть одна как дура среди вас, мужиков, и слушать ваши бизнес-планы. Рит, на этот раз не одна. Я Любу вызвал. Но все-таки твой агент должна быть в курсе дел. И вообще, Рит, ты должна побольше светиться. Светишься, светишься. Никакого толку. Почему? Вчера же звонили с предложением. Угу. На пробы звали. Я им что, студентка-выпускница, чтобы пробоваться? Рит, ну вот, запущусь в производство. Войдем и будешь сниматься в главных ролях без проб. Слушай, я все никак не пойму. Для чего ты затеял эту студию? Ради моего таланта или ради денег? Конечно. Извини. Ой, извини. Алло. Да-да. Да, едем мы. Вы простите, что опаздываем. У жены фотосессия затянулась. Да, скоро будем. Хорошо. До встречи. Ох… О. Ох… 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 Вы куда? Ох… – Позвольте. Вы к Татьяне Юрьевне договорились. Ждите, ждите здесь! Ждите здесь! А чего? Барси бьен. За наше общее дело. За нашу знаменитость. За тебя, Рит. За вас, Маргарита Сергеевна. Да. Здравствуйте. Мы немного опоздали. Извините, вот справки. Не нужно. Вы опоздали? Да, мы опоздали, но мы договаривались, что я могу забрать Ваню на выходные. Вот документы. Одних документов недостаточно. Да, но вы же… Ведь мне нужно быть ответственным человеком. А вы? Я же вас пожалела, согласившуюся отдать ребенка на выходные. А теперь понимаю, что зря. Да, но мы же… Мы же договорились… Мы договорились, что вы уже не пьете и делаете все, чтобы восстановиться в правах материнства. А пока я ни того, ни другого не вижу. Я думала… Думала она. Подождите. Как не видите? Как не видите? Послушайте, я пять лет была в реабилитационном центре. Но я выздоровела. Я больше не пью. Как протрезвеете? Приходите. Да я не пьяна. Вы не пьяны. А что ж пьяна? Кто день грядущий мне готовит? Так а ну, ушли оба отсюда, иначе я… Миша! Милицию вызову! Не надо. Милицию, не надо. Милицию. Он мне не муж, он не отец. Он вообще не имеет никакого отношения к делу. Подождите. Передайте хотя бы это. Вот. Тут краски, фломастеры, альбомы. Я обещала ему. Ни муж, ни отец. Что ж ты с ним нянчишься-то? Ну, был известным артистом. Но когда это было, дурой будешь, если не выгонишь. Ай-ай-ай. Сволочь. Да? Ты че? Это ты виноват во всем. Сволочь. Зачем ты пошел? Я же тебя простила, ждил Мороз. Ну, я тоже. Господи. Разве я мало настрадалась? Ты зачем не пошел? Ну, уйди ты! Фалфетку дай. Держи. А Антон лицом хлопотит. Старается. Молодец. Инвесторы будущего фильма. А хлопотать лицом должна я. По крайней мере, он меня сюда для этого и привез. Ой, Любка, че ты так душно? Рит, да прекрати. Антон договорился. Инвесторы проинвестируют новую картину. Выбирай себе новые роли. Какие хочешь. Новые образы. Угу. Теперь только мой муж и будет инвестировать мои роли. Больше некому. Рит, ну, я вообще-то тоже, как агент, не зря хлеб ем. Роли предлагают, но это не всегда то, что тебе хочется. Но они есть. Мы еще в обойме. Ага. Я вообще считаю, что все твои лучшие роли еще впереди. А может, действительно ребенок все исправит? Ребенок? Какой ребенок? Ты о чем? Да нет, ничего-ничего. Это я так. Ну что, пойдем лицом хлопотать? Миша, сделай что-нибудь. Если мне его не отдадут. Миша, сделай что-нибудь. Если мне его не отдадут. Миша, я даже не его отец. Зочи. Ты должен бросить пить. Снимем домик на пару дней. Натянем сети. Ну, на удочку тоже можно. Главное, чтоб перекормка была. Ну, ладно. Хорошо, давай. До завтра. Наберу. Опять на рыбалку? Да. С друзьями на пару дней собираемся. Отдохнуть, а дел… Ты знаешь, плохой день на рыбалке лучше, чем хороший на работе. Антон. Я хочу усыновить ребенка. В смысле? Зачем? Чтобы у нас были дети. А, понимаю. Мода на детей. Как в Голливуде. Это тебя твой приятель журналюга надоумил? Это тебя твой приятель журналюга надоумил? При чем тут приятель? Я сама хочу, понимаешь? Почему обязательно усыновить? Зачем нам чужой ребенок? Антон. Ну, я понимаю, да. Ты не можешь родить. Но давай хотя бы этот ребенок будет мой. Найдем женщину, заплатим. И она нам родит. Хочется кого-нибудь оплодотворить, да? Ну, зачем ты так, Рит? Я думаю, как будет лучше для всех. Ты меня не понял, Антоша. Я хочу именно усыновить. Поделиться теплом, счастьем. С тем, у кого его нет. Понимаешь? Ты знаешь, я сам вырос в детдоме. И никто ничем со мной не делился. Я всего добился сам. Понимаешь? Сам. Своими мозгами и своими руками. Так почему я должен с кем-нибудь делиться? Ну, не сам, Антош. Не совсем сам. Маргарита Сергеевна, такая знаменитость в нашем доме. Я даже волнуюсь. А я как волнуюсь. У меня даже голова крутится. Врача? Нет, это возрастное. В каком возраст речь? Вот, смотрите. Их так много, Антош. Это наши детки. Такие самостоятельные, воспитанные. А вы спрашивайте, я про всех расскажу. Ванечка. А вот этот такой спокойный. Да, это наш Ванечка. Он художник, он очень хорошо рисует. Да. Ваня спокойный и уравновешенный мальчик. Он у вас чуть ли не с пленок, да? Да мы его из дома малютки взяли. Ванечка, иди сюда. Иди, мой хороший. Ваня, Иван Антонович, хорошо, правда? Может быть. Ну, побежал. Ну, что? Берем. Только быстро. У нее деловая встреча. Здравствуйте, Татьяна Юрьевна. Я тут документы принесла, те, что вы говорили. Вот, сейчас. Знаете что, Ерофеева, вы бросили ребенка в роддоме, вот и забудьте о нем. Раньше надо было думать головой, а теперь уже поздно. Ну, вы же с вами говорили. Я вот справки, я все справки собрала. Вот от нарколога, от психолога. Послушайте, тут вот из опекунского совета сказано, что вы обязаны мне позволить общаться с моим ребенком. Там написано, что вы имеете право общаться с бывшим ребенком. А у нас свои внутренние порядки. Так что мы ничем вам не обязаны. До свидания. Подождите. Как же так? Татьяна Юрьевна, я же его, я же его мать. А что это ты захотела вдруг матерью стать? А, узнала, что государство комнату к совершеннолетию дает. Да вы что, при чем здесь комната? Так при том, что по документам у вас до сих пор своей жилплощади нет. Мы воспитывали этого ребенка. Все эти годы одевали, кормили. А ты выплюнула его, хвост задрала и пошла пьянствовать, пока все не пропила. А теперь решила мамой назваться. Как язык-то поворачивается. Что вы вообще знаете о моей жизни? Все про вас знаю! Даже не верится, Люба. Скоро меня будут называть мамой. Я уж смирилась. И не думала даже. И тут мама. А ты уверена, что ты этого хочешь, м? Рита, я уже со всеми договорился. Правда? Можем завтра забирать. Как хорошо. Антон. Ну, иди, иди, иди. Нам нужно пошушукаться. Шушукайтесь. Рит, так ты уверена, что ты хочешь усыновить этого ребенка? Это ведь раз и навсегда. Да. Кто будет проверять? Главное, что мы подтвердили факт личного общения усыновителей с ребенком. Таня, ну, ты же понимаешь, что это противозаконно. Да послушай ты, у них денег много. Увидишь, и суды, и попечительские советы. Все будут готовить документы по ускоренной программе. Ну, ты же видел ее, не вменяй его. Вот, давай ей ребенка сейчас и все. Ну что, трудно ей месяц походить, с ребенком пообщаться. Да что ты нервничаешь, успокойся. Она же знаменитость, артистка. А у них все совсем не так, как у всех. Все, договорились. Давай, давай. Все, подписывай. Все. Ванечка, заходи, а вы свободны. Вот мы… Проходи, дорогой. Ну-ка. Садись сюда. Ваня, мы хотим поговорить с тобой, как со взрослым человеком. Хорошо? Хорошо. К нам пришла одна женщина, которая хочет стать матерью. И для этого она выбрала тебя. Мама, живу я? Нет, нет, нет. Рита Сергеевна. Ой, она такая добрая. Она любит детей. Угу. Но мама же обещала забрать меня. Как? Ты хочешь назвать мамой женщину, которая оставила тебя в роддоме вот таким маленьким? Когда ты так нуждался в ней. И теперь? Она обещала, обещала. И что? Ну где она? М? Ну она где? Ну? Ну нет ее? Нет. А потому что уже забыла. И вот после этого ты хочешь называть ее мамой? Ну она любит меня, а я люблю ее. Иван, поверь, мы желаем для тебя только самого лучшего. А самое лучшее для тебя — это Маргарита Сергеевна. А вот она будет настоящей матерью. Я понимаю, она тебе кажется чужой, но ты к ней быстро привыкнешь. А она тебя уже любит. И тебе только нужно ответить тем же. Хорошо? Хорошо. Огромное спасибо за помощь нашему фонду. Ну снимай, снимай. И еще. Еще. Если что, какие-то вопросы обращайтесь, звоните. А теперь я уже есть. Лид, поехали. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Даже не ожидала, что все так быстро. Ну что вы, вы такая знаменитая, все быстренько. Да. Как вы думаете, мальчик ко мне привыкнет? Обязательно. Он такой скучленый. И потом он так мечтал, об этом так мечтал. Он вас уже любит. Правда? Да. Спасибо. Вам спасибо. Спасибо вам огромное. Ванечка, ты меня не забудешь? Как все отошли от забора, быстро! Сколько? Почти минута. Ура! Я побил свой рекорд! С самого утра буреста орудий начали артиллерийский обстрел позиции левого плана. Одновременно с началом обстрела под прикрытием… Антош, сделай, пожалуйста, потише. У меня в голове шумит. …тыкающую атаку на центр позиции… А вот и мы. А кто это к нам пришел, а? Паня какой хорошенький. А какой чистенький. Ну, пожелаю родителям спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Антош. Натиск первых рядов был остановлен… Угу. Ну, что ж. Сладких тебе снов. Иди, спадки, малыш. Доброй ночи. Почему ты не пожелал ребенка спокойной ночи? Угу. Ты что, ничего к нему не испытываешь? А что должен к нему испытывать? Ты так много сделал для того, чтобы он здесь появился. Так быстро оформил документы. Ты молочина. Я терплю его только ради тебя. Так что прости. Сохранить свои войска для дальнейших событий… Ты должен полюбить его, как своего. Как люблю его я. Хорошо. Я буду говорить ему доброе утро и спокойной ночи. Ну, подожди. Ну, что ты? Не ревнуй. Он мой ребенок. А ты мой любимый мужчина. Правый фланг перетравился через реку и, зайдя в тыл, вызвал замешательство в стане противника. Выключи эту чушь. У меня действительно голова болит. Да, улыбаемся. Счастливые. Ближе, ближе. Лица, ближе. Молодцы, молодцы. Отдохни немного. Ты не устал, малыш? Не устал? Антоша. Давай. Семейное фото. Втроем. Все вместе. Этот мальчик вам очень идет. Нет-нет, спасибо. Без меня. То есть? Ты этого хотела? Вот и развлекайся. То есть? Ванечка, иди поиграй. Иди. Ага. Ну, как мы получились? Отлично, но мне кажется, втроем было бы лучше. Да. А как тебе мой сын? Бомбовый. Правда? Слушай, бомба, ритуль. У меня эту статью раскопят даже те, кто меня ненавидит. Спасибо тебе за эксклюзив. Спасибо. Знаешь, Володь, это тебе спасибо. За совет. Я как-то стала совсем по-другому себя чувствовать, когда появился Ваня. Ну вот, как-то совсем по-другому. Как будто во мне появилось что-то новое, то, чего никогда не было. Что ты надел, гаденыш? Папа, мне не хотел! Не надо! Антон! Ты знаешь, сколько отстоишь? Ты, урод! Антон! Ты знаешь, я спрашиваю! Не трогай меня! Да что ты делаешь? Да ты! Ваня, Ванечка, подожди! Антон! Ворон открывай! Подождите! Стойте! Женщина, вам что, жить надоело? Я мама Вани Ерофеева. А! Только знаете, у нас дети, у которых нет мамы, к сожалению. В опекунском сказали, чтобы восстановить материнские права, я должна видеться с ребенком, общаться с ним. А мама Татьяна Юрьевна, она меня даже на порог не пускает. Я вас очень прошу, позвольте мне хоть, хоть на минутку его увидеть. Я рад бы помочь, но Вани Ерофеева у нас уже нет. Как нет? Что случилось? Где он? Ничего не случилось. Его мы просто перевели. Куда? Зачем? Я не имею права разглашать подобную информацию. Я так много сказал. Извините. Я вас очень прошу, если там деньги нужны или что, я все, я все сделаю. Только скажите, где он? У нас только дети, у которых мам нет. Все. Все. Алло, привет. Ты где? Я еду к тебе. А вы, как shitty, бefinedе, я не еду к тебе. Тут, давай будешь в семье Будем готов тебя found. КОНЕЦ Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, пройдите. Пожалуйста, подлезите чуть-чуть. Ну куда, куда? Куда ты лезь? КОНЕЦ Доброе утро. Здрасьте, здрасьте. Мишка, чё проходишь? Иди к нам. Побрай здоровье. Ну, иди. Смелее. Доброе утро. Почему не пьем, не любим? Ваше здоровье. Хороша мерзавка. Что за черт? Честь моя. Мишка, ты чё? А я… Терафеева. Здрасьте. А штрафу в честьян собачек будешь знать? Да погоди, работу забери свою. Ах, да. Здоров, Николаевич. Привет, Леша. Слушай, я… Я к твоей хозяйке. По делу. Впустишь? Она ж запретила. Ты ж знаешь, тебя пускай. Да я знаю, Михалыч, знаю. Просто у меня… У меня к ней очень серьезный разговор. Не детский. Ты так и скажи. Не детский. Хорошо? Попробую. Николай Андреевич. Да. Посмотрите, пожалуйста. Что тут? Это удобная, практичная детская одежда. И недорогая в производстве. Посмотрите, может быть, наши начальства заинтересуются? Ерофеева, занимайся своим делом. Прошу. С удовольствием. Как же мы тебя любили, Маркел. Господи. Каким же ты был героем. Какие баталии вспыхивали, а? Даже не верится, что я когда-то была так счастлива с тобой. А сейчас счастлива? Или как тогда потянула на новые яркие впечатления, а? Тебе всегда было мало того, что у тебя есть. Ты зачем пришел? Отменный кофе. Крепче ничего не будет. Говорят, у тебя появился ребенок? С каких-то пор ты стала интересоваться детьми? Ты же всегда становился бешеным, когда узнавал о моих беременностях. Я об этом мальчике и журнала «Ваня». Маркел, тебе что, тоже не хватает ярких впечатлений? Какое твое дело? Это пиар-ход. Ну или акция. Нет. Я его действительно усыновила. Но тебе этого не понять. Ты давно уже утратил все свои остатки человечности. Давно их пропил. А ты знаешь, что этот мальчик сын моей подруги? Ты что, умом тронулся? Я усыновила мальчика, от которого отказались еще в роддоме. И передай это, пожалуйста, своей подруге. Так, все. Аудиенция окончена. Рита, послушай. Послушай, ну возьми себе любого другого. Ну тебе-то что? Ты должна отказаться от этого ребенка. Ты поняла? Я тебя прошу, я тебя по-человечески прошу, откажись от него. Ты меня уже когда-то просил по-человечески. И что бы я ни делала, у каких бы врачей не лечилось, все бесполезно. Я бесплодна. Ты понял? Только не надо меня в этом упрекать. Ты сама затевала все эти аборты. Сама. Все. Я мать этого ребенка. Пошел вон отсюда. Рита. Ридочка, что с тобой? Что? Рита. Это что значит? Он руки убрал от нее. Я сказал, руки убрал. Рита, что с тобой? Ты что с ней сделал, а? С ней же ничего не сделаешь. Рита. Ты щенок. Антон, оставь его! Я тебе сценарий привезла. Вот а что я communiquerал? О, ну, мы. Когда-то записывал, где-то добавит тебя. И в этом ребёнке она обрела счастье. Ну, надо же, а. Каким бы Володька хамом ни был, но, пишет он отменно, это у него не отняться. Да уж. Тот он постарался. Рить, ну как ты? Может, всё-таки врача вызвать? Да нет, всё хорошо. Ты мой защитник, да? Ну ладно. Тетю Рит, а почему вы дядю Антона защитником назвали? Он что, герой какой-то? Ну, можно и так сказать. Ванечка, один злой дядька, он ворвался во двор и хотел напасть на твою маму. Да. Тетю Риту. Тетю Риту. Ну, да. А дядя Антон, он взял и прогнал этого бандита, понимаешь? Ага. Тетя Рит, а можно я пойду на улице погуляю? Да нет, уже поздно. Ну что, Тетя Рит, давай собирайся, мы все пойдем гулять. Ура! Ванечка, осторожно там. Хорошо. Ваня. 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 Ваня! Мамочка! Мам! Мама! Здравствуй, моя хорошая. Мамочка, где ты так долго была? Я так тебя ждал. Ты меня прости. Слышь меня? Прости, что так получилось, ладно? А знаешь, дядя Рита тоже хочет усыновить меня. Ну, ты же моя самая настоящая мама. Да, моя хорошая. Да. Слушай, мам, а знаешь, я научился делать суточку. Я тебя заберу. Кря-кря-кря. Это тебе. Ух ты. Нравится? Спасибо, мамуль. Ваня. Ваня, ты что там делаешь? Ванечка. Это моя мама. Маргарита Сергеевна, вы посмотрите, что творите. Что такое? Антоша! Я тебя обязательно заберу, обещаю тебе. А кто там? Что случилось? Что вы делаете? Женщина такая. Женщина, в чем дело? Не оставляй меня. Я тебя заберу. Отложи меня. Что вы делаете? Я люблю тебя. Мама! Она хотела похитить моего ребенка. Понимаете? Да ты встань, Рита. Она же его мать. Просто она хотела вернуть сына. Но это не значит, что она преступница. Боже мой! Я выбрала этого ребенка, действительно, чтоб защитить от этой матери алкоголички. Я ответственна перед обществом. И потом, я не понимаю, почему я должна тут отчитываться перед вами? Она нарушила закон! Так, все. Оформляем дело. Проникновение на чужую территорию с целью похищения ребенка. Подавайте заявление. Рита, нам не выгодна подобная огласка. Это может повлиять на твой имидж. Да. Вы знаете, я не, я не такой уж зверь, каким меня здесь хотят выставить. Мы не будем заявлять. Но к ребенку моему пусть не приближается. Ясно? Рита. Зойча, все нормально. Мы договорились. Заявление она не написала. Ну, ее тоже можно понять. Она же не виновата, что бесплодна. А ты еще сможешь родить? Подонок ты. Подонок ты. Рита. Рита. Рита, что с тобой? Рита. Осторожнее. Ванечка, они просто очень устали. Понимаешь? Зувич… ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Ты что, не змей? ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Все кончено. Без него все кончено. Зоича. Зоича. Должен быть выход. Должен, слышишь? Какой? ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Господи. Вань, ну почему у тебя все разбросано? Ну, надо убирать за собой. Хорошо. А вот и мы. Здравствуйте. Всем привет. Работаем. Соскучились? Внимай. Антон, только не сейчас. Я имею право на отдых, хоть иногда. Мы будем заниматься втроем. Ты ведь этого хотела? Да? Ну, надо предупреждать. Я что, пустое место? Я тебе говорил. Когда? Я не помню. В любом случае, сегодня съемок не будет. Рита. Рит, я вкладываю в тебя большие деньги. Антош, я устала, что на меня из каждого унитаза смотрят объективы. Тетя Рит. Тетя Рит. Да отстань ты от меня! Я сказал, значит, будешь сниматься. Ваня, ты… Боже мой. Ты что? Ваня, прекрати. Ваня, перестань. Прекрати, я тебе говорю. Он растек, мне бросил. Ваня! Выключи камеру! Дядя Антон, пожалуйста. Дядя Антон, дядя Антон, пожалуйста, не надо. Сиди, топка. Щенок. Подвиньтесь. Ну, немножко. Аккуратней. Возьмите, пожалуйста. Ну, давайте. Спасибо. Все, пока. Ну, что ж. Неплохо, неплохо. Давно начали? Сразу после училища. Да, кстати, вот диплом об окончании и диплом конкурса модельер года. Угу. Правда, потом был перерыв. А с чем связан? Ранняя беременность и сложный период, неудачный брак. Потом как-то все оборвалось в один момент. А теперь я снова хочу вернуться к работе. Я могу быть закройщицей, могу быть конструктором. В общем, только возьмите. Я наводила вас в справки, Зоя. Вы замужем были за наркоманом. Вы ребенка бросили в роддоме. Так что все ваши заслуги ничего не стоят. Иди сюда. Иди сюда. Мне плохо. У меня кружится голова. Давай я вызову врача. Не надо. Или надо. Вызывай, Господи. Антон. Что? Этот мальчик. Я устала от него. Понимаешь? Устала. Иди сюда. Молоденько. Ну все, пойдем отсюда. Пойдем. Объясни мне, Иван, что происходит? Мы забрали тебя из детдома. Иван, делаем все, чтобы ты не чувствовал себя ущемленным. А ты? Вот смотри, у тебя есть игрушки, велосипед, машина. Ну, а что нам еще сделать, чтобы ты нас полюбил? Покажи, не бойся. Я рисовал вам рисунок. Хочу показать его вам. По закону, это не ее ребенок. Она отказалась от него в роддоме и подписала все документы. Да она родила его. Родила. Он же ее копия. Вы просто его не видели. Да поймите вы, у них даже поведение, жесты одинаковые. Все. Все. И рисует он так же хорошо, как она. И после этого вы мне говорите, что это не ее ребенок. Поведение, жесты – это все актерство, эмоции. Вы же понимаете. Вы, кажется, сами в прошлом были артистами. Ну при чем здесь артист, артист? Ну мы же, мы же с вами люди, не манекены. Ну как можно без эмоций? Так вот, господин артист, нужно без эмоций. Суд не рассматривает эмоции. Суд рассматривает законно или незаконно. Вам это понятно? Йокберный театр. Вы что-то сказали? Да понял, Гаври, понял. Ну, если вас не пугает позднее время. Нет, не пугает. Да, а дети у вас есть? Да. А, то есть, нет. Нет. Ну вот и прекрасно. Завтра можете приступать к работе. Всего доброго. Спасибо. Ой, извините. Аккуратнее надо. Алло. Алло. Ты меня любишь? Конечно. Что за вопрос? А где ты был в ту ночь, когда не ночевал дома? А? У любовницы. Правда? Да. Только что звонила какая-то женщина. Когда я ответила, она положила трубку. Это она? А если положили трубку, почему ты думаешь, что это была женщина? Ты у нее ночевал? Нет. Я ночевал в гостинице. Ты что, мне не доверяешь? Просто тогда я сильно на Ваньку разозлился. Рит. Тихо. Антон, можно? Спокойной ночи, дядя Антон. Спокойной ночи, дядя Рита. Извините, что я расстроила вас сегодня. Я больше не буду. Ну, вот и молодец. Нужно слушать, что тебе говорят. Мы же о тебе заботимся. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Доброй ночи. Вот, смотри. Если у ребенка есть родители, то их согласие является обязательным условием усыновления. Да, а вот тут, если мать отказалась от ребенка после его рождения, то… Знаешь, даже если у меня не будет ни одного шанса, я все равно буду бороться. А вот и я! Антон, а может, все-таки поедешь с нами? Поддержишь меня на съемках? Рит, ну, ты знаешь, много работы. А мы с Ванькой потом подъедем. Ну, не скучай, Ванечка, не скучай. Все, все, поехали, поехали. Да, поехали. Ярофеева, иди распишись. Сейчас. На. Николай Андреевич, мне нужна официальная работа. Я хочу устроиться с трудовой. Ты же знаешь, как руководство к этому относится. Ну, Николай Андреевич, ну, поговорите с ними, пожалуйста. Ладно, попрошу. Спасибо. Спасибо. Привет. Ванька, знакомься. Это тетя Лариса. Ты Ваня? Да. А я Лариса. Давай, беги в дом. Сегодня он наш. Ты зачем с собой малого притащил? Ну, вообще-то, он мой теперь ж сын. Эй, вы идете? Одинокий дом престарелых, сын. За тобой будет ухаживать. Уверен, тебе понравится. Прощай. Он садится в машину, уезжает. Она с пластикой, убитой горем матери, падает духом. Машина выносится вдаль. Мать, дай бог счастья тебе, сынок. Бред какой-то. Я как-то совсем не ощущаю, что у меня есть сын. Я даже не вспоминаю о нем. Может, я еще не готова быть матерью. Ритусь, это ты роль повторяешь или спрашиваешь? Я констатирую. О! Но видишь, все-таки согласились изменить возраст твоей героини. С завтрашнего дня будешь сниматься в новом фильме. Выходных что, не будет? Ну, будут. Прекрати, не переживай. А если бы это был мой родной ребенок? Я бы забыла о нем? Мне кажется, просто нужно больше времени. Привыкнуть и тебе, и ему. Он… Он весь чужой, понимаешь? Он даже пахнет чужим. Ну, я не знаю, Рита. Уделяй ему больше внимания. Да все наладятся. Не уйдешь, не уйдешь. Пойдем, пойдем, пойдем. Пойдем, мой хороший. Эх, здорово здесь. Ванечка, беги, места занимай. Только самый лучший. Ага. Вау. Чудной пацан. Взрослый совсем. Я понимаю, почему эта старуха его усыновила. А вот зачем тебе это нужно, непонятно. У тебя вполне могли бы быть свои дети. Собственные. Эй, я шашлык буду, можно? Ну, конечно, можно. А они будут называть тебя папой. У-у-у, я тоже буду, шашлык. У-у-у, я тоже буду, шашлык. Начали. У-у-у. 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 Так лежит. Давай, давай, давай. У-у-у-у. Все, я уже не могу есть. Давай спрячем. У-у-у. Бери укроп. Давай. Накрывай шашлык. Дарит. Что-то случилось? Антоша, ты совсем не звонишь. Я очень соскучилась. Ты занят? Ну да, ну ты же знаешь. Да и Ваньку заодно прогуливаю. Надо же. У меня скоро выходной. Заберешь меня? Ну не знаю, может быть. Если получится. Мне очень грустно без тебя. Ну ладно, хорошо. Давай, до встречи. Ванюш, скажи, а ты свою настоящую маму знаешь? Ага. А она меня скоро заберет. Как заберет? А ты откуда знаешь? Взрослые вещи какие-то бумажки нужны. Вот она их и собирает. А как все соберет, то меня и заберет. Тебе привет. Это мама Риты. Спасибо. А ты проиграл, проиграл, проиграл. Ух, так нечестно. Спасибо. Приходите. Зойча. Ой, здрасте. Здрасте. До свидания. Зойча. Зойча, я нашел. Я нашел. Слушай. Слушай, смотри. Смотри. Вот по правилам усыновители должны лично познакомиться с ребенком и общаться с ним не меньше месяца. Слышь? Месяца. А ссуды следует обстоятельства этого общения. Ну, это уже не важно. Ну и что? Как что? А нашу Ваньку усыновили быстро. Очень быстро. Подозрительно быстро. И это зацепка. За такое короткое время контакт с ребенком не мог быть установлен. Не мог быть. А что из этого следует? А? Усыновление-то незаконно. Незаконно. И я буду доказывать в суде. Я докажу. Ох, я докажу им, что нашу Ваньку усыновили незаконно. Незаконно. Ты обещал не пить. Почему ты не бросаешь свою старуху? Не лезь куда не нужно. Можно подумать, ты у него на содержание. Иначе какие могут быть причины? Я люблю ее. Эта причина подходит тебе? Понятно. А за что ее можно любить? А за все. Она помогла мне стать тем, кем я есть. Понятно? Я к Ваньке сейчас вернусь. Что не спим, Ваня? Сейчас, секундочку. Мама Рит звонила. Привет передавала. Спасибо. Вот. Ух ты. Молодчинка. Ты знаешь, Ванюха, только это… Маме иди, ты не рассказывай, как мы тут, с кем, м? А то она расстроится вдруг. Хорошо? Хорошо. Она хорошая. Она хорошая. Я ее очень люблю. Между прочим, я ведь тоже, как и ты, все детство в детдоме. Да ну. Да. Я о такой маме, как Рита, только мечтал. Так что тебе повезло, Ванюха. Ну давай, давай. Закрывай глазки и ложись спать. Давай, давай. Все, закрывай глазки. Спокойной ночи. Пап, не уходи. Мне страшно. Пожалуйста. Ну ладно. Спасибо. Ну тогда, Свет, выключай. Музыка 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 Все окончено. Виточка, ты, как всегда, великолепна, гениальна. Спасибо. А когда покажут этот фильм? Даже не знаю. А может, лучше и не смотреть вовсе? Почему? Ах, Галочка, я когда смотрю материал, у меня такая депрессия начинается. Ну ее. Ну, как у нас тут дела? У нас все замечательно. Где Антон? А мы играем. Играете? Ну да, с Ваней. Ой. Совсем че-то я заработалась. Ой, вы знаете, Антон Алексеевич так подружился с Ванюшей. Замечательно. А где он? Играет? Нет, Антон. Антон где? А, Антон Алексеевич на работе. Ой. Ой-ой-ой. Как я боюсь. Боюсь тебя. Галочка, у нас есть нераспечатанные подарки? Да, в кладовку. Ну, принесите. Все? Нет. Один на сейчас. Хорошо. Ну, иди ко мне. Ой, как я соскучилась. Иди сюда. А вы знаете, мы с дядей Антоном были на природе. Да? Ели шашлыки, стреляли с арбалет. Да ты что? И знаете, он дал мне выстрелить, и я попал в десятку. Представляете? Какой молодец, а? Ну? Какой подарок? Нравится? Класс. Мы с Ванькой очень здорово провели время. Все-таки природа, свежий воздух. Если бы ты видела, как он шашлык лопал. Ты знаешь, с ребенком играть нужно, общаться. Тогда никаких проблем. А чё, ко мне не заехал? Ты же обещал. Ну, знаешь, не хватило времени. Ну, иди ко мне, любимая. Ты же у меня умница. Ты знаешь, у меня там пару документов, на завтра нужно подготовить. Так что ты ложись без меня, хорошо? Я скоро. Ванечка, кушай, пожалуйста. – Доброе утро. – Доброе утро. А что, Антон, не говорил, где он? В офис уехал, по делам. А когда вернется, не говорил? Не хотел возбудить. Сказал, перезвонит. Вань, ну что ты ковыряешь в тарелке? Ешь кашу, Вань. А я не хочу. А я тебе говорю, ешь. Ваня! Ну-ка, иди сюда. Ты почему не слушаешь, а? Я тебе сказала, ешь, значит, ешь. А я не хочу. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ЗВОНОК Алло. Добрый день, Маргарита Сергеевна. Это звонят вам с киностудии, Шамаденко и партнёры. Да, я прочитала ваш сценарий. Угу. И честно говоря, это дерьмо собачье. Ну, Маргарита Сергеевна, мы же с вами еще гонорар не обсуждали. Вы знаете, меня денежный вопрос не интересует. Вот я просто не хочу в этом сниматься, и все. Мы сами, конечно, понимаем, что это галиматья. Но если вы откажетесь, то и фильм пропадет. И деньги пропадут, и вообще все впустую. Ну, знаете, финансировать кино — это тоже профессия. Вот что я скажу. Ну, Маргарита Сергеевна, вы же понимаете, что поднять этот материал на достойный уровень сможете только вы. Хорошо, я согласна. Вот так Кате надо работать. Спасибо. Слушай, мам, а знаешь, я научился делать чудовищу. Кляк-крик-крик, это тебе. Как будет клевать, сразу посекай. Понял? Ага. Хорошо. Тош. Что? Ты будешь отличным отцом. Спасибо. Спасибо. Послушай, а чего ты с чужим ребенком нянчишься? Давай я рожу тебе сына. Мы уже с тобой об этом говорили. Ну, ты же мне не ответил ничего. Дядя Антон, клюет, клюет! Тяни, тяни! Давай! Антон. А если я скажу тебе, что я беременна? Ну, мы же прекрасно знаем, что этого не может быть. Ну, и все-таки, если вдруг я забеременею, то что? Ну, значит, сделаешь аборт. Ванька, я уже иду. Сейчас мы ее поймаем. Сейчас, сейчас. Ну, давай, давай, мне… Я надеялась, что мы справимся. Понимаете? Я, мой муж, Ваня, что мы станем одной семьей. Но я не справляюсь. Понимаете? Не справляюсь! Может быть, мне и не нужно было этого. Простите, ради Бога. Сейчас у вас полноценные права родителей. И вы в обычном порядке можете от них отказаться. Главное — предоставить суду веские основания. Какие основания? Что я не смогла стать матерью? Эти основания. А что скажет общественность? Я же публичный человек. А вам что-нибудь известно о родителях ребёнка? Об отце ничего. Мать была алкоголичкой. Прекрасно. Отсутствие взаимопонимания в силу личных качеств ребёнка. А что, это есть закон? Если суд признает мальчика социально опасным в силу генетической предрасположенности, умственно, неполноценным, тогда мальчика надо будет изолировать в специальное заведение. Вы что, объявите его умственно неполноценным? Ущербным? Но если это надо для дела, вы же мне платите, не он. Так что, мы начинаем процесс отказа от ребёнка? Я должна подумать. Ларка, привет. А чего не позвонила то? Случилось что? Случилось, что… Ларка, привет. А чего не позвонила то? Случилось что? Мне кажется, что образ «Любящей матери» я создала неплохо. Во всяком случае, съемки уже закончились, и осталось ждать, что скажут зрители. Ну, а сейчас я работаю над новой ролью. Это будет образ молодой, независимой женщины. Процесс только начался, поэтому что-либо говорить пока рано. Спасибо, Ритуль. Сил больше нет. Вообще-то… Вообще-то, это ты виноват, что я оказалась в такой ситуации. В какой ситуации? О чем ты говоришь? Этот мальчик. Я, наверное, должна отказаться от него. Он выводит меня из моего привычного образа жизни. Я даже, прежде чем зайти в комнату, я заглядываю туда. А вдруг он там? Ну, Антон стал с ним возиться. Раньше он приезжал ко мне на съемки, забирал меня каждый день. А теперь… Не может же быть все так плохо? Должны быть какие-то плюсы. Возможно… Не знаю. Возможно, этот ребенок действительно с тяжелой наследственностью. Возможно… Возможно, он действительно социально опасен и разрушает все вокруг себя. У пацана появилась своя комната, появилась куча игрушек. Вот его и понесло, Рит. Понимаешь, если быть до конца откровенным, дело даже не в нем. Ему нужна мать, а не куча игрушек. А я уже не могу быть матерью. Не могу. Опа! Ну, если об этом узнают, тебя даже осуждать не будут. В тебя будут просто бросать камни. Я на Неллу потратила три года, мама. Три года. Он мне каждый день обещал бросить свою старуху, понимаешь? Все завтраками кормил. Не да, не нет. Ничего. Ну, три года потратила. Теперь что? А теперь они ребенка завели, усыновили. И расставать, судя по всему, не собираются. А я ему говорю, давай я тебе сына рожу. Своего. Будет свой ребенок. А он не хочет. У меня же тоже гордость есть. Ну, Ларочка, ну, спасибо Антону, что хоть дом этот подарила, то жили бы на пепелище. Господи, да я ему за этот дом уже втройне отработала, мам. Ну, перестань. Да чего ты? Ты себе еще другого найдешь. Ты же у меня, слава Богу, еще не старуха. Кстати, тут Колька еще не женился. Ай, спасибо. Спасибо за Кольку. Мама. Мама. Да? А ключи от сейфа Антон оставлял? Нет, не оставляла. Тебе зачем? Ларочка. Лара. Лара. Ну, что… Лара. Ну, что ты делаешь? Ну, перестань. Это же не наши деньги. Лара, это нехорошо. Мама! А то, что он попользовался мною брось. Вот хорошо? Это по-твоему как? Отлично, да просто? Ну, перестань. Ну, успокойся. Это замечательно, мамочка! Да, это скандал. Скандал? Это сенсация. Это сенсация. Вопрос в том, кто ее опубликует. Ну, а доказательства этой исповеди? Плюс диктофонная запись разговоров. Все честно? Вова. Ладно. Уговорил. Деньги. Ну, пока, Вова. Тук-тук. Коль. Привет. А? Лариса? Да. Привет. А ты как здесь? Не важно. А ты совсем не изменился. Хм. Ты тоже? О! Твоя? Да, нет. Моя вот. Это так. А как здесь дверь открывается? Вот так. Вот так? Вот так? Да. Это… А ты как? Надолго к нам? Надеюсь, нет. Ванька, ты рюкзак свой собрал? Ага. Ничего не забыл? Не-а. Смотри-ка. Да. Да. Привет. Ты что, обиделась? Да нет, что ты, обрадовалась. Вот это, извини. Да пошел ты. Слушай, там у твоей матери кое-что мое осталось. Так приедь и забери. Или в глаза стыдно смотреть. Да ладно, не начинай. Ладно, я вечером буду. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ура летение Привет. Лара, слушай, ну мы же с тобой все время лазили. Угу. Ну, ты же ни в чем не нуждалась. Давай пусть так все и останется. Ключи давай. О, так ты хорошо подготовилась? Да, хорошо подготовилась. Давай, ключи. Лара! Коля, Антон, перестаньте! Вы с ума зашли! Коля! Антон! Коленька! Перестаньте! Коля! Куда? Давай сюда! Дежурный, слушаю. Милиция. Да-да-да. Говорите! Я только что убила человека. Что вы сказали? Я убила человека. Я убила человека. Ага. Здравствуйте. Вы раньше приехали? Да, раньше приехала. Просто очень домой захотелось. Теперь буду валяться на диване. Целую неделю ничего не делать. Здравствуйте. А где Антон? Антон Алексеевич с Ванечкой как уехали на пару дней на рыбалку, так до сих пор нет. Угу. О, Господи! Ваня, ты как? Ваня, я тебя еще раз спрашиваю, почему ты сбежал? Ну, что случилось, Ваня? Скажи хоть что-нибудь. Надо звонить в милицию. Да, подожди ты в милицию. Сами разберемся. Ага. Приятного аппетита. Не торопись. Ешь на здоровье. Ешь, сынок. Не торопись. Ешь на здоровье. Ешь, сынок. Алло, Антон. Нет. Это вам из детдома звонят. А, да-да. Извините. По поводу Вани. Я слушаю. Все дело в том, что Ваня у нас. Понимаете? Пришел весь грязный, ободранный. О, Господи. Как у вас? Ну, так вот. Он же был с моим мужем. А где Антон? Антон с ним? Антона нет. Проходите, пожалуйста. Что со мной происходит? Маргарита Сергеевна, тут, тут… Вы, Маргарита Сергеевна Руднева? Да. Вам необходимо проехать с нами. А, что случилось? Дело в том, что ваш муж, Антон Алексеевич Рожков, погиб. А, что случилось? О, Господи. Маргарита Сергеевна. Маргарита Сергеевна, что случилось? Трэ-ля-ля, трэ-ля-ля, не поймаешь? Не поймаешь, не поймаешь? Я настоящая артистка. Выступает народная артистка Маргарита. Ну, хлопайте же мне, хлопайте. Я королева Маргарита. Аплодисменты, аплодисменты. Рита, доченька, иди домой. Маргаритка, домой. Аплодисменты, доченька, 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 дочень Зоя, я не знаю, хорошо это или плохо, но, может, тебе это поможет. Риточка, ну как ты? Мой хороший, надо держаться. Жизнь-то ведь продолжается. Люба, я прошу тебя, проводи Антона как следует, я не смогу, я не выдержу, я все понимаю. Ты, главное, не волнуйся. Маргарита Сергеевна у нас здесь. Ну, как себя чувствуете? Уже лучше, спасибо. Спасибо. Голова не кружится? Да нет. Галлюцинации, видения, больше нет? У-у-у. Ну, вот и отлично. Доктор, у меня что-то не так? Нет-нет, все хорошо. Просто нужно сделать дополнительное обследование, УЗИ. А вам нельзя волноваться, главное – покой. Отдыхайте. Идем. Я на секундочку. Доктор, простите, простите. Скажите, пожалуйста, скажите, дополнительное обследование, вот это, это зачем? Мы проводим обследование, чтобы видеть полную картину. Это все, что я вам могу сказать. Ну, простите меня, ради бога, скажите, а вот эти видения, галлюцинации, уреды, как вы считаете, это серьезно? Когда Маргариту Сергеевну к нам привезли, она везде видела Антона. Она натура впечатлительная, восприимчивая. И после такой исповеди, которая у нее была, да еще и потерять мужа, это и для сильного человека стресс. Простите, после какой исповеди? Извините, вы это все из пресса узнаете. Спасибо. Извините. Миша, срочно приезжай на Горького. Да, я буду ждать тебя там. Люба, привет. Мне очень жаль. Ну, как она? Прекрасно. Отлично. А где палата? А тебе туда нельзя. То есть? Вынюхивать пришел. Я понимаю, это твоя близкая подруга, но, может, не стоит так? Твоя работа. А, нет. Это журнал наших конкурентов. Я по глазам вижу, что твоя. Предательский почерк чувствуется, слышишь меня? Валя отсюда. Понял? И чтобы я тебя больше в зоне никогда не видела. Никогда. Понял меня? Я понял. Если бы не я, о ней бы вообще никто не вспомнил. Ясно? Только благодаря мне они еще говорят. И вот это ваша благодарность. Миша, ты представляешь? Что случилось? Она сама от него отказалась. Что? Она написала, что он ей больше не нужен. А, Володька. Я так и думала, что он записывает наш разговор. Я, наверное, даже хотела этого. Это лучше, чем бы я врала и притворялась перед ребенком. Я думала, все расскажу и легче станет. А оказалось, словами душу не облегчить. Нужно что-то сделать. Нужно что-то сделать. Риточка, вот делать как раз ничего не нужно. Ты лежи, поправляйся, набирайся сил. Тем более скоро у нас предпремьерный показ. Тебе обязательно на нем нужно быть. Хорошо. Люба, свяжись, пожалуйста, с детдомом. Пусть Ванька у них пока побудет. У этого ребенка действительно тяжелая наследственность, и я больше не могу заниматься его воспитанием. Вот это она сама говорит. Секундочку. Ему нужна мать, а я теперь не могу быть его матерью. Ну, так вот, вот мать этого ребенка. И она, она всей душой жаждет материнства. Да, это заявление уже серьезно. Я могу начать дело об усыновлении. Изучу, ой, Зою восстановят в родительских правах, да? Но журнал — это не документ. Ну, она, она же сама говорит, что отказывается. Маргарита Сергеевна Руднева должна официально отказаться. Маргарита Сергеевна, скажите, у вас внезапная усталость. Приступы депрессии бывают неожиданно? Да. Боли в суставах? Почему вы спрашиваете? Это естественно для моего возраста. Маргарита Сергеевна, это все симптомы. Обратились бы вы на года два раньше. Теперь уже процесс необратим. Доктор, можно поточнее? Не беспокойтесь. Говорите, как есть. Все самое страшное в моей жизни уже случилось. Это гепатит С. Говоря простым языком — рак печени. Благодаря свойству маскироваться под видом других болезней, он еще называется ласковым убийцей. И что? Ничего нельзя сделать? Болезнь относится к разряду неизлечимых, хотя мы пытаемся оперировать. И если вы согласны на оперативное вмешательство, лечение надо начинать немедленно. Но гарантий никаких. А если без операции? Может быть месяц, может быть пять лет. Как Бог даст. Хорошо. Хорошо. Я сообщу вам о своем решении. Маргария Сергеевна, я буду ждать вашего звонка. До свидания. Пусть будет. Сделай погромче. Я же должна знать, что обо мне думают люди. Пусть будет. Сделай погромче. А что же произошло в реальной жизни артистки? А в реальной жизни она усыновила мальчика из детдома и вскоре словно бракованную вещь вернула назад. Хотя официальная дирекция детдома не подходит. Директор детского дома звонит. Я сама с ним поговорю. Я по поводу Вани. У нас тут журналисты были с камерами. Мы не знаем, что им отвечать. Ну, скажите им, что это их не касается. Да, но, но, но фактически мы несем ответственность за ребенка в то время, как юридическую ответственность несет Маргарита Сергеевна. Уважаемый, Маргарита Сергеевна не может сейчас забрать мальчика. Вы что, не понимаете, в какой она ситуации? Да, но ведь… Так, мы вам сами перезвоним. Все. Я… Всю жизнь отдала тебе, сынок. А теперь ты меня оставляешь одну. Мам, ну, почему одну? За тобой будут ухаживать и… В принципе, я уверен, что тебе здесь все понравится. Ну, все. Давай, у меня нет времени. Прощай. Все будет хорошо. Дай Бог тебе счастья. Сынок. Пойдем. Спасибо. Скажите, пожалуйста, сын Маргарита Сергеевна влияет на комментарии? А где ваш сын? Почему вы его не взяли? Отойдите. Дайте пройти. Маргарита, скажите, каково это — вернуть ребенка обратно в детдом? Совесть не мучает? Или у вас ее просто нет? Ну, почему же нет? Есть. Я потому и не забираю ребенка из детдома. Дело в том, что мальчику будет в детдоме намного уютнее, чем со мной. Не честно было бы держать ребенка при себе только ради саморекламы, как советовал мне один бывший друг. С этим ребенком я поняла саму себя намного больше, чем за все прожитые годы. И оставляя мальчика в детдоме, я делаю ему больше добра. И еще одному человеку — его настоящей матери. Я очень рада, что она наконец-то заберет мальчика себе. Спасибо. Спасибо. Это все. Спасибо. Отойдите. Это все. Спасибо. Отойдите. Все вопросы попали. Отойдите. Сколько это стоило? Вы отказываетесь от ребенка? Да. Я от него отказываюсь. Мой юрист подготовит все необходимые документы. Скажите, а вам не стыдно? Вы знаете, кто вы? Вы эгоистка! Простите меня. Вот стыдно. Вот стыдно! Мальчики, оцените всех расстроились! Осторожней! Мы усыновим мальчика, которого бросила известная актриса. Да. А вот и наш Ванечка. Ванечка, познакомься. Это Елена Анатольевна, а это Александр Эдуардович. Посмотри, какие они тебе игрушки принесли. Ванечка, я надеюсь, мы подружимся? Он все время рисует. Так замечательно. Ванюшка, а что ты рисовал? Покажи. Это моя мама Зоя. И хватит мне приводить чужих мам. Понятно? Ну, что ж, спасибо вам за работу. Спасибо. Спасибо. Прощайте. Я вас проведу. Нет. 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 По образу она нам подходит. Идеально. Но мы не можем ее взять. Почему? Ну, потому что у нее сложился негативный имидж. Да кто читает эти журналы? Пять процентов зрителей. Катя, пять процентов — это сто тысяч человек. Давай с тобой умножим их на три доллара. Цена билета. Триста тысяч. Мы не можем так рисковать. Заходите. Здравствуйте. Здравствуйте. А Вани здесь нет. А я знаю. Мне нужно, чтобы вы официально подписали отказ от моего сына. Я уже все подписала. Этим занимается мой юрист. Вот как. Спасибо. Угу. Я вам могу чем-то помочь? Нет. Спасибо. До свидания. Подождите. Я сейчас. Погодите. Вот. Возьмите. Это вам. Да, получили. Отличный конструктор. Но Ваня любит рисовать. Я помню, помню. Да. У него без конца заканчиваются краски и бумага. Об этом надо помнить. Я учту. А вообще-то, знаете, не звоните сюда больше. И забудьте о том, что Ваня у вас был. Его забирает другая семья. Да. Да. Я понимаю. Его мама забирает. Нет. Нормальные люди. У его матери жилплощадь не отвечает требованиям. Такси приехало. Идем. Идем. Люб. Ну, ты дождешься новых хозяев, хорошо? Да, хорошо. Конечно. Рит, может, все-таки останешься. Да плюнь ты на всех. Поговорят, поговорят и отстанут. Нет, Люб, я уже решила. Рит, я с твоим врачом разговаривала. Зачем ты отказалась от лечения? Тебе сейчас за любую возможность нужно хвататься. А ты куда-то убегаешь. Подумай, хорошо. Если тебе денег не хватает из-за долгов Антона, скажи, я обязательно что-нибудь придумаю. Да хватит денег, Люб. Я так решила. Я так хочу. Рита, а ты понимаешь, что ты делаешь? Ты во всем отдаешь себе отчет. Как никогда. Я не прощаюсь. Я к тебе приеду. Хорошо. Спасибо. Пока. 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 Да-да, Маргарита Сергеевна. Хорошо. Я все разузнаю и вам сообщу. Здрасте. Доброго здоровичка. Доброго. Здравствуйте. Спасибо вам. Счастливо оставаться. Мы немножечко там прибрались. Ну, чтоб порядок был. С тех пор же, как похоронили твою матушку. Да уж. Дом пустой-то. А в доме жить надо. Ты к нам надолго или так погостить? Навсегда. Алло. Слушаю. Здравствуйте. Александр Петрович? Да-да. Это Маргарита Руднева. Маргарита Сергеевна? Да. Я вас слушаю. Вы знаете, я тщательно обдумала все, что вы сказали. Да-да. Я не буду делать операцию. Вам, конечно, решать, но я бы советовал. Все-таки… Нет, я все уже решила. Держитесь. Удачи вам. Спасибо. Спасибо. Рита. Редак, ты вот отдохни недельку-другую и возвращайся. Будем серьезно заниматься твоим здоровьем. Родители всегда хотели, чтобы я здесь с ними жила. Но они понимали, что это невозможно. Я присылала деньги, все обещала. Приеду, приеду. Приехала. На похороны отца. А на утро и мамы не стало. Я была неблагодарной дочерью. Роль матери мне не удалась. Роль жены отобрали. Может, хоть роль отшельницы получится. А? Здравствуйте. Вы нас… Здравствуйте. Вы нас вызывали? Проходите, проходите. Здравствуйте. Присаживайтесь, пожалуйста. Спасибо. Вот, меня уполномочили вам передать. Что это? Это документы на квартиру. Правообладателями являются Ерофеева Зоя и Ерофеев Иван. Пожалуйста. Это какая-то ошибка, Миш. Ну, можете считать это подарком от неизвестного. И я подготовил документы. И мы можем хоть сейчас поехать и забрать Ваню. Ну, Ритка… Детей надо бери. Хорошо. Они как цветы. Татьяна Юрьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Так я не поняла. Ерофеева. Я ж запретила. Одну секундочку. Я представитель власти и соблюдаю букву закона. У нас есть документы на усыновление мальчика. Какие документы? Пожалуйста. Где Ваня? Зоя. На игровой площадке. Спасибо. Зоя! 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 Я ведь вам сыпать обратилась. Вроде как бы сочувствовала. Ваня! Ерофеев! Ваня! Мама! Ванька! Сынов. Мам! Мамочка! Ты мой. Я так по тебе скучал. И я по тебе. Мам, где ты была так долго? Я за тобой. Мамулечка. Мамочка. Мой хороший. Привет, Ваня. Ванечка, а ты меня не забудешь? Забуду. Мам. Идем. Идем. Мамочка, я тебя так люблю. И я тебе, сыночек. Ну, вот вы все и увидели. Да. Квартиру тоже хотите посмотреть? Да нет, спасибо, не надо. Все, что пожелаете, Маргарита Сергеевна. Ну, тогда отвезите меня домой, пожалуйста. Конечно. Угу. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы хотели вас поблагодарить. Вы много сделали для нас. И Миша передавал вам привет. Просил его простить со всем. Я уже его простила. Главное, чтобы вы меня простили. Скажи Вить Сергеевне спасибо. Ваня. Не надо. Не заставляйте его. Он не обязан. Спасибо, что пришли. До свидания. Прощайте. Вот. Он мне сам так сказал. Прощайте. Ну, чтобы вы. Постаньте при. Прощайте. Удачи. Удачи нет. Удачи. Удачи! 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 А, Каза! Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok